Бог начал изливать огонь пробуждения по всему миру. В этой программе ведущие Джон и Кэрол Арнольд помогут вам взглянуть на три больших пробуждения наших дней в Северной Америке. Взгляните на пробуждение в Браунсвилле, на благословение в Торонто и на излияние духа в Смистене и приготовьтесь принять огонь. Прими огонь! Возможно, вы слышали о великих пробуждениях в прошлом. Например, о Великом Возрождении, об излиянии духа на улице Азуза, о пробуждении в Уэльсе и других. В этом специальном выпуске мы проведем вас внутрь трех пробуждений в Северной Америке в наши дни. Вы познакомитесь с репортером, который проник со своей кинокамерой в самое сердце этих трех разных излияний. Благословение в Торонто, пробуждение в Браунсвилле и излияние в Смистене. Вы услышите свидетельства людей, которых радикально изменил огонь пробуждения, а также многое другое. Сначала мы приглашаем вас в Торонто, в Канаде. 20 января 1994 года Бог посетил маленькую церковь. «То, что было дальше, стало историческим событием». Благословение в Торонто. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Эти документальные съемки запечатлили многое из того прекрасного, что Бог делает в этом излиянии Духа. Вот одно из свидетельств о физическом исцелении. Мой сын родился с потерей слуха. Сейчас ему 5 лет. Он не мог слышать звуки высокой частоты. Он начал носить слуховой аппарат еще с двух лет. Здесь за него помолились, когда женщина-проповедник почувствовала, что Бог хочет исцелить потерю слуха. На следующее утро он проснулся и объявил мне, что его ушки стали сильными. Наверное, меня было сложнее всего в этом убедить, потому что я знала, что просто так это не происходит. Повреждения слухового нерва не могут сами исчезнуть. Улучшения не происходят спонтанно. Мы сделали массу аудиометрических тестов. Отвели сына к его аудиологу. И его слух действительно нормальный. Его слух не выходит за нормальные рамки. Он больше не носит слуховой аппарат. Он очень счастливый малыш. Я, как мать, предпочту сама иметь инвалидность или недомогание, чем видеть, как страдает мой ребенок. Я думаю, что любой родитель со мной согласится. Я вижу, как он может нормально реагировать на мир. Ему не надо носить слуховой аппарат. Он может играть с другими детьми. Он не пропускает отрывки разговора. Не попадает в неловкие ситуации из-за того, что не расслышал вопрос. Я очень благодарна за все это. А вот муж и жена, которые начали рассказывать об исцелении их брака. И вдруг на них сошел святой дух. Вот, взгляните. Я вижу, вам весело. Вы можете мне ответить? Что вы чувствуете? Что происходит? Что с вами? Что происходит? Внутри такое. Вам больно? Или что происходит? Ощущение счастья, любовь. Вообще-то я от нее заразился. Удивительно в этом сюжете то, что не играла музыка, никто не проповедовал. Служение еще даже не начиналось. Смотрите, что будет дальше. Так что же произошло? Расскажите о своем браке. У нас были ужасные отношения. Мы просто жили вместе. С первого же дня сплошной ураган. Это было серьезным ударом для нас. Однажды стало так плохо, что я хотела его убить. Хотела разрушить его. Хотела уничтожить все его вещи. Я уничтожала все. Если я находила какую-нибудь его вещь, я ее сжигала, ломала. Я гонялась за мужем с ножом. Консультанты по браку говорили, что нам уже не поможешь. Что у нас что-то такое, от чего уже не избавиться. А он сказал, что я могу от этого избавиться, если Иисус во мне. Это изменило мою жизнь. Это так меня изменило, что я просто готова взорваться от радости. Я готова любить всех людей. Я люблю всех. Даже людей у нас, в Южной Африке. Цвет кожи не имеет значения. Я их искренне люблю. И его я вам скажу. Он моя большая любовь. Как это мне нравится. И хотя это выглядит странно, но прекрасно то, что на них сошла сила Божья. И их брак исцелен. Предыдущие пробуждения сопровождались одной из таких характеристик, как проявление Духа Святого. Подобные проявления вы можете увидеть всегда и везде, где Бог изливает его Дух. Иногда можно увидеть, как людей трясет, или они кричат, или дергаются, или падают на пол. Иногда плачут, иногда смеются, бегают или даже прыгают. Грант Моллен, врач, специализирующийся в области психического здоровья. Он видел, как многие из его пациентов получили исцеление в Торонто. И вот, что он хотел сказать об этом. Любые физические перемены, которые появляются у людей, когда за них молятся, это физическая реакция тела на присутствие Божьего. Сначала мне было очень тяжело это понять, но, по сути, когда присутствует сверхъестественная сила, люди реагируют на это. Люди реагируют на силу. Я, по сути, рассматриваю проявления просто как индикатор. Работает Бог. Некоторые смеются, некоторые плачут, некоторые трясут, некоторые катаются по полу. Но это не важно. Мне все равно, что с ними происходит. Главное, что они становятся другими, когда поднимаются. Грант Моллен видел Бога в действии не только в жизнях его пациентов. Послушайте, что Бог сделал через пробуждение в жизни самого Гранта. Пациенты, которыми я занимаюсь, в основном страдают от перепадов и резких колебаний настроения. Проблем с концентрацией внимания, огромной эмоциональной зависимостью. И когда я увидел, как люди выздоравливают очень быстро и неожиданно, я решил, что мне самому надо поближе познакомиться с этим обновлением. Я думаю, что многие наши зрители спрашивают, неужели это настоящее пробуждение? Да, я даже не сомневаюсь, что это самое важное движение Божье за всю мою жизнь. За последние три года я видел больше эмоциональных исцелений и преображений духовной и эмоциональной жизни людей, чем за всю мою предыдущую практику. Пробуждение в Торонто коснулось многих лидеров. Несомненно. Разные динаминации по всему миру пережили прикосновение Бога. Бог касается служителей из баптистских, методистских, пятидесятических, англиканских и католических церквей. Вот два из многих свидетельств. Первое, это свидетельство католического дьякона. Второе, пастора-баптиста-фундаменталиста. Я чувствовал себя полумертвым. Совсем не было сил и энергии. Было очень сложно нести службу. За вас помолились. Мы видели, что вы упали. Так что же произошло? Я бы назвал это серьезным исцелением. Серьезным исцелением. Свободой. Свободой от старых обид, от старых шрамов, от чувства вины. Что бы вы сказали друзьям? Это надо всем? О, люди даже не знают, что упускают. Конечно же, да. Ведь прикосновение Бога ни с чем не сравнишь. Каждому это необходимо, потому что это полностью тебя преображает. Что вы думаете об этом пробуждении? Если я был готов критиковать баптистов, то тем более я критиковал харизматов и пятидесятников. Мы ничего общего не хотели иметь с движением духовных дорог. Когда я услышал об этих событиях, я как мог старался не критиковать. Но у меня было слишком много вопросов. И эти вопросы продолжали мучить мое сознание. И пришла критика. Я начал и это критиковать. Это не могло быть от Бога. Не может быть, чтобы Бог хотел, чтобы люди смеялись на полу и тряслись. Но такие явления начали происходить в нашей церкви. И когда это началось у нас, мне пришлось приехать сюда, чтобы посмотреть и сравнить. Итак, я все-таки приехал. И каждый раз, когда я здесь бываю, Бог так мягко касается меня своим духом. Касается меня и подтверждает, что это от Него. Касается нежно, очень мягко. Раньше я готов был проповедовать против всего, что здесь происходит. Но сейчас это часть моей жизни. Я не могу стоять в стороне, потому что нам необходимо действие Бога. Пробуждение в Торонто продолжается и в эти дни. Но в начале этого спецвыпуска мы сказали, что покажем три разных пробуждения в Северной Америке. Нам в этом поможет режиссер и журналист, который делал съемки в центрах этих трех пробуждений. Познакомьтесь, это Уоррен Маркус. Уоррен, добро пожаловать на премиогонь. Рады видеть тебя. Приятно быть у вас. Рады встретиться с тобой, Уоррен. Почему ты решил выпустить три фильма о пробуждении? Во-первых, на меня лично повлияло пробуждение. Я не хотел приезжать сюда. Меня сюда притащили в буквальном смысле. Я слышал разные мнения критиков. Люди говорили, что здесь лают, как собаки и всякое другое. Ты не хотел лаять, как собака? Конечно, мне это не надо было. Но один человек снимал фильм в Канаде, а я работал у него продюсером. Он сказал, что будет ходить на служение каждый вечер, а я, если хочу, могу сидеть сам в гостинице. Я не хотел сидеть в одиночестве. Скучно все-таки. Поэтому я тоже пошел. Короче говоря, я увидел, как в людях происходят разительные перемены. Дело было не только в проявлениях. Я видел много странного, но ведь были явные плоды всего этого. Восстанавливали семьи, многое другое прекрасного происходило. Я думаю, что любой пастор в Америке жизнь бы отдал, чтобы увидеть такие впечатляющие перемены в людях. И я решил, что это может быть только от Бога. И, будучи режиссером, я решил, что должен что-то сделать, чтобы показать, что здесь происходит. Я хочу, чтобы люди могли сами решать, от Бога это или нет. Приглашаем вас взглянуть на следующее пробуждение. Как мы и говорили, мы познакомим вас с тремя разными пробуждениями в Северной Америке. Это пробуждение началось в крохотном городке Смистон, в штате Миссури. Я Сидро, с репортажем из метрополиса Смистон, в Миссури. Население 532 человека. Я в центре города. Смотрите, что происходит. Бар закрыт. Думаю, не хватает клиентов. На заправке закончился бензин. Игровая площадка. Дети тоже не играют. Что привлекло меня и тысячи людей со всего мира в Смистон, в Миссури? Давайте посмотрим на излияние духа в Смистоне и узнаем. Давайте посмотрим на излияние духа в Северной Америке. 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 Представь, Кэрол, в церкви было больше гостей, чем население в Смистоне. Я хочу, чтобы вы увидели, как мрачно все было до пробуждения в этой маленькой церкви Кэти, перед тем, как ехать в Браунсвилль, Стив мне говорил, что он уже думает о том, чтобы бросить служение Все свои обязанности и даже тебя Ты знала о том, что с ним такое происходит? Да, я подозревала, что он борется с такими мыслями Что он думает сдаться и все бросить И уйти не только от нашей церкви и от служения, но и от меня Да, помню, до таких глупых мыслей доходило Что думал, не буду пользоваться кредитными карточками, потому что по ним меня смогут разыскать Я собирался взять только наличные, сесть в самолет и исчезнуть Казалось, я потеряла мое духовное покрытие, защиту Мне всегда казалось, что я спрятана под синюю крыл моего мужа И вот он ведет разговор о том, чтобы сбежать И не только оставить нашу церковь и служение, но бросить меня и наш брак Я не могла в это поверить Но Уоррен, и что потом произошло? Кэти услышала о пробуждении в Браунсвилле в городе Пенсакола, штат Флорида Она подумала, что возможно, если он окажется в окружении людей В окружении надежды Да, и она предложила, давай поедем на это пробуждение в Браунсвилле во Флориде Он слышал о нем, но сказал, ты знаешь, я был на пробуждениях, они мне мало помогают Не думаю, что это поможет Она ответила, ну хотя бы поедь просто так, чтобы развеяться Я могу сказать в церкви, что ты поехал посмотреть, от Бога это или нет, развейся Ты сможешь уединиться с Богом и во всем разобраться И он согласился ехать с неохотой, правда Из Смистона во Флориду надо ехать три дня Он хотел растянуть время, он не спешил и не имел больших надежд, что что-то произойдет Но поехал Он подумал, что это действительно хороший повод развеяться Давайте посмотрим, что произошло, когда Стив попал в большое излияние духа в Пенсаколе, штат Флорида Я поехал машиной Обычно при таких расстояниях я лечу самолетом Машиной надо ехать много часов, несколько дней Но я поехал Я поехал без особых надежд на пользу поездки Я не думал, как многие Я поеду, поеду на пробуждение, я привезу пробуждение в свою церковь Я не знал даже, зачем я еду Я просто ехал Я звонил жене по дороге, звонил из гостиницы Но я ехал, и в сердце были мысли Мне так тяжело, боже, есть ли какой-то выход из этого Как мне из этого выбраться? Как выбраться, чтобы не навредить моей церкви, моей семье, моей жене, моему финансовому состоянию? Я не мог никак по-другому зарабатывать на жизнь Я не мог сделать просто, что вздумается Я приехал в город, надо было найти церковь Я не знал, чего ожидать В то время еще не было очередей Это сейчас здание и столько народу Тогда можно было приехать за 10-15 минут до начала служения И еще найти свободные места Сейчас людям тяжело поверить, что так было Впереди еще не было стульев Первое, что меня поразило, это красивое здание Для человека из моего района, где здания такие старые Это сейчас мы переехали в маленький спортзал Сарайчик, как его называют А тут я был в зале, большом и красивом Песни были мне незнакомы Все те годы я был очень застенчивый Никогда проповедовал, но когда не был за кафедрой Сильно стеснялся Наверное, потому что казалось, что вся моя жизнь разваливается Мое сердце разрывалось И вот все это стеснение нашло на меня разом Я не хотел ни с кем разговаривать Я не хотел садиться рядом с пастырями Началось прославление Я помню Линделла, хотя я тогда не знал еще, как его зовут Он начал петь И у него была такая огромная улыбка на лице Я не знал, чего ожидать Я слышал, что люди говорят, что это все будет великолепно Я слушал и пытался определить, кто есть кто Потом я ушел Пошел назад в гостиницу Весь следующий день я взывал к Богу Я кричал к Богу Горничные приходили, стучали в дверь Это горничная Уходите! Они думали, что за ненормальный у них поселился Я был в номере целый день, не выходил в ресторан, не ел Стива тронуло проповедь евангелиста Стива Хилла Он вышел вперед и покаялся во всех грехах, которые только вспомнил Стив Грей возвращался из Пенсаколы только с небольшой надеждой в сердце Но он и представить себе не мог, что ждет его дома в маленькой церкви в штате Миссури Я уезжал и чувствовал надежду Я изменился благодаря надежде в его присутствии Я позвонил Кэти, что уже подъезжаю Она сказала, что скоро начнется служение, как обычно в воскресенье вечером Поспеши Нашел дождь Я и так уже ехал на всей скорости Я ответил, начинайте без меня, я подъеду через 10 минут Это было 24 марта 1996 года Вечер, воскресенье Я подъехал к привычной двери Остановил машину на привычном месте Было слышно музыку Я зашел в дверь всего лишь с маленькой надеждой А что если... А что если нет? А что если... Я не думал о длительном пробуждении Я решил, что я пойду Пойду и приму то, что будет Я открыл дверь Зашел, сделал шагов пять Люди сразу же посмотрели на меня Они выглядели хорошо И меня, самого отчаявшегося человека на земле Утарило, как молнией Чудо Это было чудо Господь совершил прорыв и ответил на все мои молитвы Возродил все мои мечты Я увидела, как мой муж зашел в привычный дом Вошел в дверь, в которую входил уже 12 лет Музыка уже играла И мы уже поклонялись Господу по вере Когда он вошел, было 6-12 вечера Я посмотрела на часы, потому что он опоздал Я его не видела две недели И мне хотелось знать, спасет нас Господь или нет Я знала, что наступил решающий момент Я знала, что когда он вошел, наступил момент, решающий нашу дальнейшую жизнь Я зажегся, как лампочка Зажегся, глаза, уста, улыбка Я улыбался Когда я уезжал, я выглядел ужасно И вот я включился Сила ударила меня, как молния Для нее не было никакого выхода Она пришла Как мне ее выпустить? И я сделал то, что никогда не делал Я поднял обе руки вверх и начал прыгать Сила Божья сошла на него И он отреагировал мгновенно Он весь изменился Глаза широко раскрылись И на лице засияла свободная улыбка Какую я у него еще никогда не видела Именно о такой свободе для него я всегда мечтала Он начал делать такое, чего раньше не делал Он поднял руки к небу и расплылся в улыбке Он начал подпрыгивать, подскакивать, крутиться Тогда словно электричество прошло через него и ударило всех людей Произошло чудо Все побежали к сцене Вперед нашего старенького зала Где пол был очень старый Потому что был построен в 1959 году Мы все столпились у сцены И начали делать то же самое Просто прыгать от радости Пришла новая жизнь Пришло присутствие Бога И я знала, что нас ожидает новое начало Это пробуждение началось в 1996 году И до сегодняшнего дня Бог продолжает силой действовать в жизни Стива и Кэти И в их церкви Не знаю, перед какой проблемой вы стоите Может, она больше, чем была у Стива и Кэти Грей Тогда настало время вам вернуться к первой любви Вспомнить время, когда вы посвятили свое сердце Иисусу Пришло время обновить вашу пламенную любовь и стремление к Богу Давайте помолимся вместе Господь, ты вывел Стива Грея из абсолютного отчаяния И дал ему самые прекрасные дни и годы жизни И ты желаешь так делать в жизни каждого из нас Боже, приди в силе Твоего Духа Каждому, кто молится сейчас с нами И злейся на них Коснись их во имя Иисуса Приди, Дух Святой О, Дух Святой Ты сходил на тысячи и тысячи людей Приди сейчас Я молюсь о сердце того, кто смотрит эту передачу О том, кто соглашается со мной и говорит Ох, я надеюсь, никто меня не видит Потому что все это правда Я точно в таком состоянии О, как мне нужен Бог Я знаю, что я нуждаюсь в Нем Просто забудьте о том, что подумают люди Откройте свое сердце и позвольте Святому Духу прийти и коснуться вас силой Знаете, многих людей пленяет страх потерпеть неудачу И по сути, это была проблема в сердце Стива Грея Ему казалось, что он терпит неудачу как пастор Его брак рушился И сил идти дальше просто не было В его жизни произошел прорыв благодаря силе Духа Святого Встретимся в следующем выпуске передачи Прими огонь Пробуждение преобразило жизни миллионов по всему миру Вы поженились 24 года назад И год назад произошли события, изменившие ваш брак Что произошло? Мы впервые приехали на конференцию премии огонь в Торонто И Господь много прекрасного сделал с каждым из нас И все пошло на пользу нашего брака Бог всегда был хорошим мужем Но после Торонто он стал мягче Это такое благословение Потому что Бог дал мне влюбиться в моего мужа заново Он самый лучший муж Самый лучший отец У него появилось больше сострадания, чем раньше Хотя я знала, что он всегда такой был Но это было спрятано где-то глубоко внутри И Бог поднял это качество на поверхность Бог вложил нам в сердца настоящую любовь друг к другу Я была такой израненной, злой, огорченной Я столько всего пережила Я больше не доверяла людям церкви Я не верила, что кто-нибудь в церкви говорит правду Я столько всего пережила в семье и от людей Вся моя семья служители, и поэтому я многое пережила Я стала очень недоверчивой, огорченной, очень злой Я находила любые причины, чтобы не ходить на служение А если приходила, то только в порядке обязанностей Но я вижу, что вы поете почти каждый вечер Что происходит? Что изменилось? Я пережила большое преображение То, что вы видите сейчас, это совершенно не то, что было Господь полностью сделал переворот во мне Я пришла на второй вечер, и Он начал трудиться надо мной И до сих пор не перестает Он вытаскивает корни горечи, гнева, ненависти Преображает меня, чтобы Он смог меня использовать Потому что я ничего общего не хотела иметь со служением И сейчас я здесь постоянно И до того, как началось пробуждение, это была великолепная церковь А сейчас меня отсюда просто не выгонишь Я член церкви уже около трех лет Пастор великолепный, прекрасный проповедник Он любит людей Я чувствую себя в безопасности здесь Меня здесь любят И Он начал говорить о пробуждении О реальном пробуждении, что есть что-то большее И я не понимала, о чем Он говорит Он говорил о пробуждении, а я думала Подумаешь, пробуждение, большое дело Сделайте около церкви плакат Скажите, что устраиваете пробуждение на несколько дней Я мало что понимала, потому что я видела только такое пробуждение Когда Стив приехал, все началось в то утро Это было удивительно Удивительно Я ничего такого еще не видела Все то лето моя семья приезжала сюда каждый вечер Мы боялись, что это закончится И мы не хотели ничего упустить Я постоянно спрашивала Хотите еще на один день поехать? Мы ехали еще раз и еще несколько раз Вскоре это переросло в пару месяцев Мы оставались до поздней ночи Потом спали до часу дня Поднимались и опять готовились ехать в церковь Это было выше моего понимания Лучше всего я поняла, что надо быть слугой Я и раньше занималась служением Я многое делала Пела в хоре, вела изучение Библии Учила в воскресной школе Но пробуждение действительно научило меня служить людям Это так смиряет Ведь только то, что я могу здесь присутствовать Это уже честь для меня Но сидеть и видеть, как тысячи и тысячи приходят к Господу Это огромная радость Больше всего наполняет меня смирением Когда я думаю, что Бог поместил меня в это время В это место, в этот период Это ошеломляет мой разум И смиряет, как ничто другое И это научило меня оставлять нагретое местечко Идти дальше, распинать плоть Вы знаете, нам пришлось пожертвовать многим в церкви Ради приходящих новых людей Не распускать нюни, как говорится И уступать место другим И это было не сложно делать Это было в радость А вы готовы принять огонь? В этом выпуске программы «Прими огонь» Мы показали вам два из трех основных пробуждений в Северной Америке в наши дни Благословение в Торонто и излияние духа в Свистане В следующем выпуске мы проведем вас внутрь пробуждения в Браунсвилле В городе Пенсакола, штат Флорида Вы узнаете, почему более трех с половиной миллионов людей со всего мира приезжали в Пенсаколу Чтобы пережить прикосновение Божьего огня пробуждения Не пропустите следующий выпуск А сейчас вернемся к программе Но, Кэролл, время пролетело так быстро Ты прав Но я верю, что Бог даст возможность И поможет нам транслировать программу «Прими огонь» В дома Америки и всего мира Пять дней в неделю Это было чудесно, дорогая Это правда Представляешь, как у людей будет зажигаться пламенная любовь к Богу Бог хочет спасти, исцелить и освободить Его народ И коснуться их отцовским сердцем Ну, до следующего раза Наша молитва Больше, Господь Больше Больше, Господь Прими огонь Бог начал изливать огонь его пробуждения по всему миру В сегодняшнем выпуске наши ведущие Джон и Кэрол Арнодт Проведут вас внутрь пробуждения в Пенсаколе, штаб Флорида Вы узнаете, почему 3,5 миллиона людей съезжали со всего мира в Пенсакол Чтобы пережить прикосновение огня Божьего пробуждения Будьте готовы принять огонь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Возможно, вы слышали о великих пробуждениях в прошлом Например, о Великом Возрождении Об излиянии духа на улице Азуза О пробуждении в Уэльсе и других В этом выпуске программы Как мы и обещали Мы хотим пригласить вас побывать на Браунсвильском пробуждении в Пенсаколе, штат Флорида Поможет нам в этом продюсер Который проводил съемки в сердце трех великих пробуждений Его зовут Уоррен Маркус Уоррен, добро пожаловать на премии Огонь Рад видеть тебя Рад быть у вас Очень приятно, что ты с нами, Уоррен Почему ты решил снять три фильма о пробуждении? Как режиссер, я решил, что должен что-то сделать, чтобы показать, что происходит на самом деле Я хочу показать людям, что происходит, чтобы они смогли сами решать, от Бога это или нет На праздник Дня Отца, 18 июня 1995 года Город Пенсакола во Флориде стал местом притяжения духовной силы Когда Дух Святой сошел с небывалой силой в зале Браунсвильской ассамблеи Божьей Песня «Лето Господне» Лидер прославления Линди Кули 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 Эти документальные съемки запечатлели много прекрасного из того, что Бог делает в этом излиянии Духа Вот история молодого человека, жившего в бунте. Он был вышибалой в баре и наркодельцом. Но вот как пробуждение навсегда изменило его жизнь. Я начал торговать наркотиками для личного удобства. Даром наркотики дают только в начале, а потом надо начинать покупать самому. И начинаешь покупать. А потом понимаешь, что если купишь оптом, то четверть можно оставить себе, а три четверти продать и заработать деньги. Так что все дело в деньгах. Все дело в жадности. Вначале я думал, класс, прекрасно, едем в Техас, купим наркотик. Ничего себе, мы уже наркодельцы. Потом новизна проходит, и начинаешь понимать реальность. Начинаешь замечать в себе паранойю. У тебя настоящая паранойя. Всегда. К той жизни я ни за что не вернусь. Не вернусь ни за какие деньги. Он пропадал на две недели, потом на два месяца и так далее. Я не знал, что происходит. Все время была мысль, что может он уже мертв. Он мог быть где-то в морге, и никто не узнает, где он. Я мог бы вообще никогда его не увидеть. После двух месяцев молчания Патрик наконец позвонил своему отцу Сэму. И в этом разговоре Сэм пригласил Патрика поехать с ним в Пенсаколу, где шло пробуждение. Мы зашли в зал, и я остолбенел. Мы сидим в зале, и вдруг останавливается музыка. Я был поражен. Я ничего такого раньше не видел. Потом пришло время призыва к покаянию. Я взглянул на него и сказал, «Сын, тебе надо пойти». «Нет, я и так хороший». Но Дух Святой благ. Моя жена его мачеха взяла его за руку и сказала, «Пришло время». Пришло время. Что-то ёкнуло внутри, и я поднялся. Как только я встал на ноги, показалось, что тяжесть спала с меня. Не знаю, как это описать. Раньше со мной такого не было. Я начал идти. Я был на балконе. Я спускался по ступенькам. Стив уже закончил призыв к покаянию. Он указал на меня и мою мачеху и сказал, «Вы идёте? Давайте». Если нет, то мы заканчиваем призыв. В самую последнюю секунду я проскользнул в ворота небес. Я начал плакать. Я разревелся. Рыдая, я говорил, «Хорошо, Бог, вот я. Я больше не могу выдержать. Я не могу выдержать паранойю. Не могу выдерживать ненависть, зло, сумасшествие». Я сказал, «Боже, если ты меня избавишь от всего этого, я никогда туда не вернусь». И пока я стоял там на коленях, я в буквальном смысле почувствовал, как зло оставило меня. Я поднялся и был уже другим. У меня был полный мир в душе. Я чувствовал любовь. Внутренняя пустота ушла. Я даже не мог думать. Я был как в кайфе. Это был самый лучший кайф. Тот кайф, которого ищут все, кто колется. Единственный кайф. Лучше не бывает. Ничего с этим не сравнишь. Ничего. Через наркотики, через алкоголь, через секс. Люди ищут на самом деле любви. Но через весь этот мусор вы никогда не найдете любовь. Есть только один путь. Это Иисус. Я зарабатывал больше денег, чем умел тратить. Но это все ничто. Иисус. Я просыпаюсь утром, и только Он. Я люблю Его. И я знаю, что Он говорит мне, что любит меня. И если я сегодня умру, я попаду на небеса. А если вы сегодня умрете, вы где будете? Даже те люди, к которым, кажется, сложнее всего достучаться, могут прийти к познанию Иисуса, встретившись с присутствием Божьим. А вот история человека, у которого был успешный бизнес, которому до Бога дела не было. И женщины, которая не хотела сдаваться и молилась за его спасение. Роберт и Джоан Лоуэлл – очень счастливая пара. В их сердцах горит Божий огонь. Но до того, как они приехали в Браунсвилль, Джоан часами ходатайствовала перед Богом за своего заблудшего мужа и всю их семью. До того, как пробуждение коснулось наших жизней и семьи, люди в нашем городе считали нас очень успешными. У нас обоих был успешный бизнес. Мы ходили в церковь по воскресеньям, одевались как преуспевающая пара, ездили на хороших машинах, много путешествовали. У нас был прекрасный дом, но мы не позволяли людям подходить слишком близко к нам, чтобы увидеть, как мы вдвоем в реальности общаемся. До того, как Бог взялся за меня в Пенсаколе, никто, по сути, никто не знал, что я был алкоголиком. Никто не знал, что я жил на таблетках. Мне надо было просыпаться утром и пить лекарство, прописанное врачом. Даже Джоан об этом не знала. А в полдень мне нужно было еще что-то пить. Чтобы не свалиться с ног. А когда я пил водку, то я курил. А потом жевал мятные конфеты, чтобы не было запаха. Я пил водку, чтобы поддержать себя. Я узнала о пробуждении из статьи в газете. И как раз по работе я была в Алабаме. У меня бизнес Мэри Кэй. Все мои встречи на следующий день отменились, и мы с подругой решили съездить в Пенсаколу. Я думала, что это маленькое пробуждение в евангелизационной палатке. Я даже не представляла себе, куда попаду. Мы приехали в церковь. Подождали. Мэндал Кули начал петь. И как только зазвучала музыка, я поняла, что тут действует Бог. Я знала, что это от Господа. Такое ощущение Божьей любви и присутствия Божьей было таким сильным. Я такого не чувствовала со времен своего покаяния 22-23 года тому. Это было чудесно. Впервые у меня появилась надежда. Хотя я думала, что у меня, наверное, больше не получится сюда приехать. Но я знала, что Бог реальный, что Он здесь сегодня, и что Его присутствие реально. После служения Джан решила позвонить Роберту и попросить его приехать на пробуждение. К ее изумлению, он согласился. Несмотря на снежную бурю и отключение электричества, Роберт начал собираться в темноте. Когда он вышел на улицу и подошел к машине, он увидел, что метель слишком сильная, и никого нет на дорогах. Три работника дорожной службы останавливали меня и предупреждали, что дороги закрыты. Но я просто опускал стекло и говорил, «Эй, я не могу остановиться, моя жена в Пенсаколе, во Флориде, мне надо поехать и вытащить ее из этого радикального движения, которое происходит там, из секты». Я ехал дальше, я смотрел, что за мной никто не гнался, с сиренами продолжал ехать. Я целый день держала места для нас на первом ряду. Когда началось служение, пришел Роберт и сел рядом со мной. Он был так сердит из-за того, что мы сидели на первом ряду. Ему не хотелось быть там, а я думала только об одном. «Боже, если это не поможет, если ты не прикоснешься к его жизни, к нашему браку, то больше не останется никакой надежды». Сразу же атмосфера накалилась. Я был очень сердит. Так зол, что сидел и шипел ругательством. Насмехался над всем происходящим. Дошло до того, что когда я посмотрел на Джан, она сидела и плакала. Наверное, я добился чего хотел и немного притих. Стив Хилл начал проповедовать сильное слово на тему «Симеон сказал». Я никогда не забуду этой проповеди. Я слушала, пыталась услышать проповедь с позиции Роберта, как он ее мог воспринимать. Но он был так сердит, на лице никакого выражения. Видно, когда человек зол. Его взгляд был сарказм. Казалось, ничего не помогало. Он не принимал ни слова из проповеди Стива Хилла. В конце проповеди Стив Хилл просил Черити петь песню «Престол милости». И она начала петь о «Престоле милости». Я взял себя в руки, собрал все силы, напряг мышцы, чтобы только не показать никакой слабости. Все внутри меня замерло. Я думала, «Боже, если мой муж не выйдет на молитву, не спасется, если он не покается даже после проповеди Стива Хилла в Браунсвилле, тогда для нас нет надежды. Наш брак безнадежен. Нет другой надежды для него». Мне казалось, что все внутри меня разрывается. Я была в панике. Я повернулся к Джоанн и с сарказмом сказал, «Ты, наверное, хочешь, чтобы мы вышли вперед?» Она плакала. Плакала без остановки. Я посмотрел на нее, повернулся и подумал, «Ладно, я пойду на молитву. Терпеть не могу эти слезы и все эти дела. Не мужское это занятие». Я схватил ее за руку и потянул к проходу. Мы начали идти к сцене. Я думал, «О, хорошо, сейчас выйду и стану за человеком, который лежит на полу. Он будет как баррикада. Проповедник не сможет к нам подойти и не нужно будет молиться». Патрик спустился и подошел прямо к нам. Помолился за Роберта. Начал молиться за меня. Я стояла, смотрела, как пастор Патрик молится за Роберта. Я видела, как тяжесть сваливается с него. Его лицо начало смягчаться. Было видно, как начинает меняться выражение его лица. Казалось, что что-то свалилось с моих плеч. Когда Патрик помолился за Роберта, он повернулся ко мне. Я стояла с закрытыми глазами, но услышала, как он мне говорит, «Бог знает твое сердце, ты благочестивая женщина». Когда он молился за меня, я просто растаяла. Я почувствовала, как сильные руки поймали меня и помогли мне мягко опуститься на пол. Это Роберт меня поймал, и из его уст прозвучало, «Благослови ее, Господь». И это было сказано таким чудесным тоном, что это было точно от Бога. Я повернулся и посмотрел налево. Стив подходил ко мне. Он положил мне руку на плечо. Как только он меня коснулся, казалось, что меня сбил грузовик. Сила Божья, исходящая из его руки, в буквальном смысле, развернула меня и толкнула к стене, словно меня сбило машиной. После служения Роберту во многом надо было разобраться. Он хотел ехать домой, а я хотела остаться. Я хотела убедиться, что все в порядке. В конце концов, мы начали длинный разговор и поехали на побережье. Там, на берегу океана, он встал на колени и начал каяться перед Богом, просить у Бога прощения за то, как он жил, как обращался со мной и с детьми. Он по-настоящему каялся перед Богом. Я думаю, что именно тогда Иисус стал его Господом и Спасителем. Он даже показал мне четыре листа письма о разводе, которые он написал в Пенсаколе. Он был так неуверен в наших отношениях и в том, куда идет его жизнь, но он разорвал это письмо и посвятил свое сердце Иисусу. В то утро мы ушли с пляжа рука об руку, полностью прощенный, восстановленный на сто процентов. Бог очень быстро изменил наши сердца. Я вместе с Ним поехала домой в Джорджию, и все с тех пор изменилось. Я думаю, что важнее всего то, что мы полностью изменились. Мы переехали в Браунсвилль. Теперь мы ходим в эту церковь в Браунсвилле, участвуем здесь в служении. Я оставила работу директора в Мэри Кей вскоре после покаяния Роберта. Теперь я просто жена и мама. Я бы просто не жил сейчас. Меня бы просто не было в живых. Я не имел бы мира и радости, которые у меня есть, независимо от материального и от денег, от всего. Меня это больше не волнует. Меня волнует присутствие Божье. У нас в доме есть молитвенная комната и офис, посвященный Господу. Я вижу других людей, других мужчин, которые ищут присутствие Бога, но не знают, как Его найти. Дело не в том, что Ты делаешь. Дело в том, впускаешь ли Ты Иисуса в свое сердце. Я сокрушенный человек, смиренный. И я познаю Его лично. Я познаю нашего Небесного Отца. Это изменило мою жизнь коренным образом. Это все во славу Иисуса Христа, моего Спасителя. Жизнь была такой сложной. Все кажется просто сейчас, когда живешь в Божьем присутствии, переживаешь прикосновение Его силы. Это изменило все. Мы думаем по-другому. Изменились наши приоритеты. Мы не живем больше для себя. Мы живем для Бога. Мы хотим радовать Его. Мы влюбились в Иисуса, и теперь эта любовь изливается через нас друг на друга, на нашу семью, людей вокруг. Люди даже не всегда это знают. Бог восстановил наш брак. Он прикоснулся к нашим детям. Он дал нашей семье новое начало. Бог ответил на мои молитвы. Мы обрели такую свободу. Мы обрели спасение. Я благодарю Господа. Кульминацией каждого служения в Браунсвильском пробуждении был призыв к покаянию. Сотни людей в буквальном смысле бежали к сцене каждый вечер, чтобы принять милость Божьей. Я хочу, чтобы вы увидели этот удивительный момент, заснятый Уорреном Маркусом в фильме «Пробуждение» в Браунсвилле. Вы шли за дьяволом. Он любит гордых. Библия говорит, что Бог противится гордым, но смиренным дает благодать. Бог противится гордым, отворачивается от них, но дает благодать тем, кто ищет прощения. Черите будет петь песню «Престол милости». Все, кто нуждается в прощении, кто хочет, чтобы Бог вас очистил, все, кто хочет, чтобы Иисус омыл ваши грехи, выходите сейчас! Не сомневайтесь! Быстрее! Выходите! Быстрее! Сейчас! И становитесь на колени! Выходите быстрее! Те, кто на балконах! Давайте быстрее! Те, кто на балконах, давайте, давайте, пой, черити. Выходите. Выходите. Быстрее. Давайте, выходите, друзья. Давайте, выходите. Я обращаюсь к тем, кто смотрит дома. Это Божье Слово к вам. У вас есть возможность обрести прощение. Он простит вас. Он омоет вас. Он очистит вас от греха. Сделайте шаг. Сделайте шаг и скажите, Иисус, я больше так не могу. Я прошу, омой меня. Я прошу, очисти меня. Я прошу, сделай меня новым. Иисус! Он сделает это, друг, если ты покаешься. Если ты покаешься. Если ты покаешься. Давай, выходи сейчас. Спешите, спешите. Спешите, спешите. Я чувствую это. Спешите, спешите. Спешите, спешите. Продолжение следует... 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 Можно ли изменить народ? Можно ли спасти народ? Можно ли обратить народ к Тебе? Мы стоим на коленях. Мы стоим на коленях снова. Мы стоим на коленях и взываем к Тебе. Мы стоим на коленях снова. Бог спасения. Призываем имя Твое. Наша надежда и спасение. Призываем имя Твое, наш свет и наше спасение, Господь. Мы стоим на коленях, мы стоим на коленях снова. 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 Да, Господь, мы соглашаемся с этими словами. Давайте возьмемся за руки, давайте помолимся, присоединяйтесь к нам. Мы будем молиться о пробуждении в Америке и по всему миру. Господь, мы присоединяем наш голос и нашу молитву ко многим, кто молится сейчас о пробуждении. Господь, мы соглашаемся вместе в молитве как партнеры. Мы хотим, чтобы огонь Божий пришел и охватил всю Америку. Отец, помоги нам во имя Иисуса. Мы крайне нуждаемся в Тебе. Многие из нас еще не осознают, как сильно Ты нам нужен. Боже, я молюсь, чтобы Ты открыл наши глаза, чтобы Ты открыл наши сердца. Пусть сила Духа Святого проникает в глубину наших сердец. Приведи нас к себе, позови нас, прислонись к нам, Господь. Пусть сила Твоего присутствия придет и коснется наших телезрителей по всему миру. Приди и коснись Твоего народа. Я прошу во имя Иисуса Христа. Бог, Отец, мы молим с милостью над Америкой. Господь, наша страна основывалась на Твоем слове. Англичане приплыли, установили крест и посвятили эту землю Тебе, Господь Бог. Землю Америки посвятили Евангелию. Но, Господь, сейчас мы так далеко отошли от Тебя. Боже, мы говорим о религии, но на самом деле мы не знаем Тебя. Мы говорим, что рождены свыше и общаемся с Тобой, но действительно мы не знаем Тебя. Знаем ли мы кто Ты? Действительно ли мы стремимся познать Тебя? Я молюсь, чтобы у наших зрителей пробудилась настоящая жажда познания Тебя, Господи. Я молюсь, чтобы Твой Дух действовал в силе каждой комнате, в каждом доме, в каждом баре, где смотрят сейчас эту передачу. Я не знаю, где Вы смотрите эту передачу, но я молюсь, чтобы Господь пришел Своим Духом и прикоснулся к каждому человеку. Мы молимся во имя Иисуса. Спасибо, Господь. Спасибо, Господь. Мы продолжим нашу передачу после следующего сюжета.